Ну а вот сразу от погоды мы переходим... Смотрите, девчонки-то не замерзли? Кажется, как будто у нас плюс 30 прямо на улице-то, а? Жара! Потому что, смотрите, совсем, совсем легко одеты, если так можно сказать. Но помимо девчонок, позвольте, представлю вам, наверное, вы и так знаете, Наталья Дагадаева, наш постоянный эксперт, который всегда расскажет нам о новинках или о тенденциях дизайна, дизайна интерьера, эксперт нашей программы. Да, доброе утро еще раз. Доброе утро. Наталья, сегодня о чем будем разговаривать? Мы специально выше на улицу, специально тут у нас какие-то интересные декорации. О чем сегодня поговорим? Смотрите, мы сибиряки очень любим лето. Мы стараемся этот месяц-два-три, как повезет, украсить максимально. Где-то три с половиной, да. Украсить максимально. Мы стараемся проводить времени больше на улице. Счастливые обладатели загородных домов, конечно же, хотят украсить свои террасы, беседки, открытые зоны возле бассейнов, у кого как. Но если вы не счастливый обладатель загородного дома, есть у многих балконы. Балконы мы тоже оформляем. И вот часто ошибаются люди в чем? Они покупают тот же текстиль, что и вовнутрь, в интерьеры. А он должен отличаться? Да. Вроде бы, в принципе, мы экономим, но не так, как кажется. Потому что через год мы его выкидываем за не надо. Давайте угадаю. Потому что наверняка от прямых солнечных лучей он выгорает, например, и становится не таким ярким, не таким интересным. Почему плохо? Расскажите, вот чем вредно покупать там... А, я понял. Потому что еще и нагрузка на текстиль, да, девчонки, больше. Потому что где-то в мокром сел, где... О-о-о! Конечно, да. Текстиль подвержен плесени. Текстиль может загореться, если у вас где-то рядом камин или мангал. Это тоже опасно. То есть, опять же, мы думаем о безопасности. Потому что уличные ткани, они со специальной пропиткой, которые препятствуют ее возгоранию, препятствуют плесени и препятствуют постоянному воздействию воды и солнца. То есть эти ткани так не выгорают. Они прослужат вам намного-намного дольше. То есть это какие-то конкретные материалы или любую ткань можно пропитать? Нет, смотрите, вот, например... Давайте, расскажите, покажите. Вот, например, если мы посмотрим на ширму нашу замечательную, самая крайняя, вот где Наталья, да, поливает водой, это как раз чистый акрил. То есть полосатая ткань. Материал акрил? Да, чистый акрил. Эта ткань не подвержена выгоранию. У нее пыли, грязи, отталкивающие свойства. Их можно использовать для зонтов, маркизов, шезлонгов. Маркизы, это когда сверху такой навесик делается, да? Да, навес над окнами, да. Вот, например, вот эти ткани. Вот кресло-груш, да, вот это? Это полипропилен с пропиткой специальной. То есть и нанесение фотопечати. То есть здесь мы не ограничены в дизайне. То есть мы можем нанести абсолютно любой рисунок трендовый, да. Единственное, эта ткань, конечно, не такая плотная. То есть вы видите, она хорошо драпируется. То есть из нее можно делать какие-то кресла, навесы, шторы очень красивые, да. Не рекомендуется ее стирать в машинке. Лучше ее постирать при температуре 30 градусов, чтобы как раз вот эта пропитка, она дольше вам прослужила. Это, кстати, хорошо, что вы обратили на это внимание, потому что, мне кажется, некоторые не обращают внимания на этикетки. И потом еще удивляются, а что-то как-то вот она уже не такая классная, как была раньше, потому что неправильно эксплуатируют. Да, Наталья. Ну, еще хотелось бы сказать, что многие сейчас покупают такие ткани, антимоскитные у них свойства есть. Это как? Да, вот видите, Наталья, покажи, пожалуйста, рядом тюль. Вот такая прекрасная тюль, она оснащена специальной пропиткой, которая при высокой температуре, опс, как раз, чтобы показать. Чтобы лучше было видно тюль, конечно. Да, она оснащена специальной пропиткой, которая при высокой температуре в волокна ткани как бы запечатана, на там, то есть водой не вымывается. Она действует как инфекция на насекомых. То есть комар, допустим, москит любой при контакте с ней оглушается, перестает кусаться и впоследствии погибает. Вот такую тюль можно, получается, где использовать? Как ее можно применить? Ее можно как тюль сделать под шторы, можно сделать антимоскитную сетку, как-то задрапировать, допустим, беседку, то есть ей, опять же, будет намного комфортнее. Ну так, мы, получается, сказали о том, что они отличаются вот эти материалы там пропиткой, да, вот про антимоскитные свойства там проговорили, но не проговорили еще, с точки зрения дизайна, важно же, как выглядит. Вы сказали, что есть фотопечать, а какие сейчас цветовые гаммы особенно актуальны этим летом 2021 года? Ну, смотрите, цветовые гаммы актуальны, на самом деле, любые, и чем ярче, чем ярче, тем лучше. Ну, то есть вот эта черно-белая, значит, плохо, не такая яркая. Она, знаете, она может служить акцентом на ярком кресле, вот, допустим, вот у нас есть, да, особенно вот анималистичные принты, где вот вы видите, да, с животными, ящерки, какие-то бабочки, бурундуки, то есть обезьянки, все, что связано с животным миром, флорой и фауной, это, конечно же, сейчас в тренде. Так, и еще хотелось бы показать вот этот пуфик, обратите на него внимание. Это он тоже из текстиля? Да, это текстиль, который предназначен для декорирования яхт, зону бассейна. Ну, это нам, конечно, актуально, как каждый второй зритель. Текстильная ткань, можно сказать, она неубиваемая, с ней можно делать все, что угодно. Более того, ее можно мыть хлорзосодержащими средствами, что позволяет ее использовать в медицинских учреждениях. Вот мы видим, девчонки пьют на ней коктейль и не боятся, да, и не боятся на нее что-то пролить, не боятся совершенно. Да столько не боятся. Потому что с ней ничего не происходит, то есть она влагу не впитывает, грязь с нее скатывается и все прекрасно получается. Спасибо большое, Наталья Дагадаева сейчас рассказала, продемонстрировала наглядно о том, какие нужно все-таки выбирать, какой текстиль, текстиль для дизайна открытых зон для ваших беседок, веранд. Поэтому, ну что, пойду тоже с девчонками посижу, понаслаждаюсь этими видами и этой погодой. Ну, а вам хорошего дня.